итак начали всем привет дорогие друзья с вами канал fuck you к сожалению вчера мне не удалось поторговать как вы помните позавчера мы с вами настроили терминал провели уровни но вчера мне не удалось поторговать потому что у меня сломался был скважинный насос и вчера пришлось его устанавливать мастер приехал с отремонтированным насосом и где-то 11 дня как раз когда я сел 11 утра когда как раз сел торговать начал записывать приехал мастер и до 5 вечера мы возились с установкой насоса поэтому сегодня попробуем поторговать пятничный рынок вяленький рынок но что ж поделаешь смотрим что у нас здесь происходит сейчас по нашим инструментам которые мы торгуем иена иена как вы видите отрабатывает наш проведенный уровень 106 350 вот касание вот касание тут с небольшим люфтиком было пробитие возвращается идет какой-то набор позиции как вы видите поджимание под уровень уже было только что пробитие если цена сейчас не вернется обратно а закрепиться здесь будем заходить на продажу будем заходить на продажу не знаю может быть даже установлю алерт установлю алерт чуть чуть ниже да где то вот здесь пускай себе стоит если цена сюда зайдет попробуем зайти на продажу с небольшим стопом там в районе 70 пунктов плюс минус смотрим дальше евро доллар евро доллар сейчас прикрою дверь а то там ребенок смотрит мультики так немножко я почистил компьютер в принципе не должно уже так глючить вот потому что как-то я не знаю почему obs чем чем дольше видео тем больше он начинает загружать компьютер но сейчас я поставил фреймрейт 25 fps вроде выше 40 процентов не поднимается потому что ну компьютер я же говорю все все свои мощные компьютеры я попродавал оставил только такой компьютер офисный вариант для дочки для того чтобы она учила уроки там какие-то рефераты туда-сюда что-то напечатать о такой игры она у меня не играет на компьютере поэтому смысла оставлять дорогие игровые компьютеры чтобы они теряли в цене не было я так я же сейчас езжу на работу в польшу поэтому ну не было смысла оставлять дорогой компьютер чтобы он терял в цене я его продал когда уезжал давайте смотрим что здесь у нас по евро по евро тоже как вы видите уровень проведен правильно вот он себя опять же показывал отрабатывал цена в него билась цена закрепилась было здесь сходила вверх но это похоже на похоже на ложное пробитие сбор стопов вот и цена обратно вернулась обратно под уровень вот я так думаю что если цена хотя бы подойдет чуть выше среднего чуть выше среднего тоже можно будет заходить на продажу давайте посмотрим глобальный тренд глобальный тренд у нас все еще нисходящий идет вот и здесь была коррекция хорошая но увидите обратно цену тянут вниз это уже можно считать переломом тренда и здесь тоже наверное можно провести уровень да здесь тоже можно провести уровень вот он был и на истории был несколько раз да давайте здесь проведем уровень хороший уровень вот раз касание здесь пробойчики были четкое касание и списка с оп tiempo здесь не с небольшим люфтом здесь вот как вы видите тоже и вот касание было то есть уровень можно этот оставить уровень у нас от уровня до уровня 150 пунктов пускай будет такой уровень у нас чтобы мы видели в чем дело ну и как вы видите такая свеча с хвостами без тела вернее бар такой с хвостами без тела что говорит о том что как бы потенциал потенциал рынка на покупку исчерпан ну в принципе половину от иара на покупку и цена и прошла сейчас начинает двигаться на продажу и если где-то здесь немножечко сейчас потянется в принципе вот здесь можно было заходить уже на продажу тоже с небольшим стопом после пробития раз два полчаса вот с этой свечи с этого бара можно было уже заходить на продажу там с небольшим стопом там тоже в 70 пунктов или или посмотреть что нам бы сказал АТР АТР на продажу у нас 350 пунктов да это где-то 70 пунктов был бы стоп и на 200 на 200 пунктов take profit 1 к 3 можно было бы пробовать брать 210 пунктов вот ну если цена вернется в этот диапазон чуть выше среднего АТРа нашего будем отсюда пробовать заходить на продажу дальше поехали по фунту кстати давайте здесь тоже оставим alert оставим alert если цена вернется в этот диапазон чуть ниже да где-то здесь если цена вернется в этот диапазон нам будет alert и мы сможем нормально войти в сделку я буду немножко просматривать ну вот в принципе вроде как выше 40 загрузка процессора не поднимается должно быть с видео все нормально потому что вчера я смотрел очень сильные фрезы были на видео так поехали дальше поехали смотреть по фунту по фунту как вы видите тоже правильно проведенный уровень вот цена пробила его ходила ходила здесь поджималась вот под этот уровень но пока что не идет закрепление под уровнем пока что не идет закрепление под уровнем непонятно что здесь будет у нас стоп лосс если сейчас заходить в рынок стоп лосс надо ставить большой 160 пунктов за этот хай не очень хочется поэтому если цена пробьет уровень и закрепится где-то чуть ниже давайте тоже здесь поставим алерт где-то где-то вот здесь если цена пробьется и будет здесь уже под уровнем идти тогда будем заходить на продажу тоже на продажу потенциал есть большой на продажу цена еще не ходила не шортилась пока только покупали после 12 ночи как вы видите покупка и поджатие к уровню будем ждать продажи так поехали дальше франк франк наш франк немножко уже потенциал на продажу от уровня сделал 150 пунктов но кстати вот сейчас здесь неплохая ситуация попробовать зайти на продажу с небольшим стопом 55 пунктов давайте наверное это и сделаем уровень как вы видите сильный цена от него отбивалась сейчас до цены 40 пунктов в принципе можно попробовать войти на продажу и попробовать франк продать потенциал на продажу есть цена ходила тренд у нас локальный нисходящий давайте посмотрим глобальный глобальный тоже был перелом тренда вот оно пошло давайте посмотрим на дневку на дневке у нас тоже такой как бы легкий нисходящий тренд но все таки он не сходящий такое непонятное давайте посмотрим на 4-х часовике что тут у нас творится ну больше похоже на ренджовик но да больше похоже на ренджовик но каждый хай ниже предыдущего как вы видите этот хай тоже вот сегодня был и пока что ниже предыдущего ну и мы попали в зону уже перепроданности по хаям я думаю что самое время от этого уровня попробовать поторговать на продажу пока цена держится под уровнем идет небольшой откатик я думаю что можно здесь продать давайте для того чтобы продать для того чтобы вообще войти в сделку мы сейчас откроем калькулятор лотов для того чтобы определить наш лот каким лотом мы будем заходить для этого нам надо открыть калькулятор лотов на этом сайте я использую калькулятор лотов лобком калькулятор лота валюта из д размер счета 1000 коэффициент риска 33% стоп лосс в функциях у нас будет 55 пунктов пара пара у нас франк доллар франк доллар франк подтянула цену 97 26 28 подтянуло ничего страшного текущий да и вот показывает нам что лот мы можем использовать 005 так давайте уже будем входить потому что цена постремилась вниз так новый ордер 0.05 почему-то не можем мы таким лотом войти почему хорошо таким таким можем 0 1 не можем минимальный лот у нас 0.1 это плохо это плохо это получается 6% от нашего депозита так давайте будем пробовать входить в рынок уже видите 100 пунктов уже отошло от нашего 86 пунктов ну поставим стоп поставим стоп чуть выше этого хая давайте так и поставим 55 пунктов где-то стоп да давайте вот 60 120 на 180 на 180 вот так вот и будем ждать позицию нашу нашу стоп лосс под уровнем конечно хотелось бы зайти было по этой цене но пока я тут дискуссировал и пошел искать этот индикатор лота вернее калькулятор лота уже цена немножко убежала вниз зашли мы по худшей цене но как вы видите на продажу у нас хороший еще от ар большой запас хода у нас большой поэтому вполне вероятно что следующий перелом будет как раз где наш take profit давайте смотреть дальше что у нас по канадцу по канадцу по канадцу цена села ниже уровне у нас нету то есть надо опять проанализировать канадец но сегодня он уже почти прошел свой от ар на продажу видите уже вот 450 пунктов уровней у меня здесь нету надо искать уровни давайте посмотрим что здесь у нас с уровнями как тот кстати себя все чувствует вроде нормально давайте смотреть что у нас здесь происходит давайте на более крупный таймфрейм переключимся будем смотреть если у нас здесь уровне есть ли у нас здесь уровне так прокруточку забыл отключить какие-то исторические уровни если у нас здесь да есть вот у нас уровень причем зеркальный сверху вниз пробивался как мы видим цена практически до него дошла вот она получается до него практически дошла развернулась часть тянется потихоньку вверх сколько здесь пунктов 850 надо найти еще какой-то промежуточный уровень мне вот кажется что здесь он да да было четкое подтверждение тремя барами вот 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 бар ценой закрылся вот было касание но пока что оставим эти уровни давайте на более мелкий таймфрейм рассмотрим да видите провели мы правильно уровень вот подтверждение его цена поджалась отбилась причем хорошо она тут ходила тоже на 200 пунктов от уровня и сейчас было пробитие ну вроде как уровни проведены правильно пока что пока что лезть некуда уже 150 пунктов цена прошла вверх на покупку на покупку ну и модели модели не те которые я торгую модели не те которые я торгую давайте смотреть дальше что у нас здесь по австралийцу по австралийцу цена свой потенциал на покупку уже прошла возвращается обратно к уровню может быть по австралийцу у нас восходящий тренд кстати кстати можно здесь попробовать пойти на покупку от этого уровня было вот ложное пробитие с небольшим кстати стопом тоже в районе 70 пунктов но это прям не очень небольшой 75 пунктов где-то за этот хай можно попробовать вот сейчас вот цены это будет 128 пунктов ну многовато конечно многовато 120 пунктов если брать от цены пробития 50 60 пунктов 50 60 пунктов я вот конечно не понимаю почему у меня плечо не один не один к 500 плечо 1к 100 да видите 1к 100 плечо новый ордер давайте здесь попробуем тоже уменьшить до 05 не могу заходить в рынок не могу то есть минимальный лот это 1.01 я могу ставить окей вошли стопик за уровень 65 пунктов 65 пунктов 65 180 195 195 195 ну в принципе цена была уже в этом диапазоне вполне реально на отбитие цена может пойти так идем дальше новая зеландия новая зеландия прошла свой потенциал на покупку поджалась к этому уровню видите как отрабатывает индикатор тоже неплохо полное поджатие скажем так под уровень немножко отошла и сейчас опять стремится к верху так что у нас здесь по поенки поенки мы тоже поджались под уровень если сейчас вот этим баром мы закрепимся здесь здесь можно будет заходить на продажу пробовать заходить на продажу что у нас там по тренду по тренду у нас тренд нисходящий был откат опять откат и сейчас будут я так думаю давить все таки вниз вот давайте ждем чем закончится у нас это свеча и еще одним лотиком еще одним лотиком войдем на продажу жалко конечно что нельзя что плечо не 1 500 чтобы можно было более мелким лотом войти потому что наша задача сейчас на этом тысячном скажем так на этом тысячном счете научиться научиться именно работать на рынке форекс а не а не заработать типа денег много да то есть у нас сейчас идет обучение отработка моделей вот как вы видите поене что произошло вы было консолидация цены над уровнем потом пробила уровень сейчас нырнула под уровень и идет консолидация цены уже под уровнем и если сейчас эта свечка у нас закрепится под уровнем будем заходить на продажу потому что потенциал на продажу большой 450 пунктов причем тоже тут с небольшим стопом можно войти 55 где-то 55 так что будем заходить жалко потому что что нельзя заходить с плечом 1 к 500 тогда можно было бы более дробный лот поставить и можно было бы практиковать заход тремя лотами то есть раньше когда я по форексу торговал пробовал торговать пробовал свои силы в форексе уже была у меня такая практика скажем так вот то я торговал плечом 1 к 500 на тысячном счете и получается заходил я в рынок тремя лотами то есть если нам калькулятор показал что мы можем заходить с 0,5 ну конечно лучше было бы если бы 0,6 был бы допустим да просто мне легче вам объяснить если 0,6 я бы заходил тремя лотами по 0,02 одновременно я бы сразу три лота бахнул чик-чик потом выступил бы стоп лоссы сразу трем лотом вот и получается каждый лот закрывал бы по мере прохождения цены то есть давал бы прибыли расти как я бы это делал я бы делал это следующим образом первым первым я бы закрывал один лот когда он бы прошел в нашу сторону 3 и take profit я бы этим лотом выставлял бы разные то есть получается первым я бы закрывал один лот когда он бы прошел в нашу сторону 1 к 3 да вот второй я лот бы закрывал и уже когда бы прошел бы он в нашу сторону 1 к 3 я бы тех двух лотов которые у нас остались я бы стоп лосс подтянул бы в уровень без убытка то есть я бы подтянул или там маленький плюсик буквально чтобы перекрыть комиссию да вот и получается что то я бы потянул в этот уровень чтобы перекрыть комиссию чтобы мы закрылись в ноль или там в небольшой-небольшой плюсик это называется уровень без убытка вот и если бы цена пошла дальше там 1 к 5 я бы закрыл бы второй лот ну по take profit он бы закрылся если бы цена пошла бы в нашу сторону да ну вот как мы видим цена цена зафиксировалась вторым барчиком под уровнем можем заходить тоже на продажу в один лот выставляем стоп лосс 55 к 100 65 165 как раз у нас получается над нашим уровнем и ждем друзья и ждем теперь остается только ждать что у нас с этого всего получится вот и дорасскажу вам про мою методику и третий лот второй бы закрылся по take profit и третий лот бы стоял бы тоже и ждал бы 1 к 7 то есть что у нас получается если рынок идет в нашу сторону и мы забираем и мы выставляем 3 лота первый лот мы забираем 1 к 3 и закрывается он по take profit да два остальных стопа мы потягиваем в уровень без убытка и ждем дальше роста цены даем прибыли расти если вдруг цена бы развернулась выбило нам бы тех 2 лота мы бы остались с небольшим плюсом в одну третью от нашего лота в одну третью от нашего риска но мы бы заработали понимаете то есть у нас бы был бы плюс по нашей сделке вот ну конечно если другой исход то ничего не сделаешь другой исход он и есть другой исход вот ну что ж ждем ждем я пока что поставлю на паузу чтобы не растягивать прям сильно длинное видео чтобы не было у нас и так уже 26 минут как тут у нас себя чувствует процессор ну вроде немножко я почистил от вирусов всякой гадости всякие автозагрузки поотключал вроде как нормально себя чувствует вроде бы отлично поставлю сейчас видео на паузу и включу уже когда какой-то один из наших лотов закроется или в плюс или в минус тут уже мы будем смотреть если закроемся в минус будем анализировать почему мы закрылись в минус зашли мы правильно неправильно в рынок будем для этого и делаю я этот дневник трейдера видео дневник трейдера мне кажется хоть александр михайлович настаивает на том чтобы вести письменный дневник получается все равно ведите блокнот записывайте но что может быть лучше нагляднее чем чем вот такой вот видео дневник да где я если получу ступлос сам себя поругаю потом я вот все видео которые я проводил линии поддержки и сопротивления прошлые да как вы помните в среду я этим занимался видео на канале вот а кто вообще не понимает что происходит тот перейдите по ссылке там будет ссылка на первое видео посмотрите объяснение там что я объясняю почему я на этом канале начал вообще выпускать эти ролики по трейдингу вот и получается уже включусь когда когда будет а александр михайлович ругает пишите все себе пишите ну вот я решил делать видео дневник я думаю что это более наглядное более наглядное пособие скажем так вот которое я потом смогу просматривать смогу сам себя поругать сейчас если стопа поймаю да вот и сделать с этого какие-то выводы все пока что на этом пока что на этом пауза и ждем смотрим ожидаем наших закончания наших сделок по евро доллару сработал так запись пошла да запись пошла по евро доллару сработал у нас алерт как вы видите вот опять он сработал давайте я его удалю чтобы он не банкал вот сейчас если у нас цена будет где-то закрепляться в этой области попробуем отсюда войти на продажу тоже потому что потенциал на продажу у нас за сегодня не реализован то есть если сейчас будет какой-то удар пробитие ложное может быть модель отработается моя ложного пробития одним баром вверх одним баром вниз так вообще будет прекрасно я сразу буду заходить на продажу от этого уровня то есть что мы видим мы видим у нас идет такой небольшой как бы нисходящее движение и сейчас его откат то есть если у нас подтвердится этот откат этого движения нисходящего ударом или пробоем или модель отработает какая-то то получается будем заходить здесь на продажу смотрите что происходит по иене иена делает сейчас закрою дверь а то малыш там играет так смотрите что происходит по иене иена рисует модель мою ложного пробития то есть уровень у нас есть что у нас произошло у нас произошло пробитие закрепление закрытие вернее бара над уровнем открытие над уровнем и пробой вниз то есть если сейчас эта свеча закроется под уровнем то это будет стопроцентное падение и эту сделку мы должны забирать то есть эта модель хорошо очень торгуется вот такими двумя барами пробой уровня потом вниз потом идет хорошее движение вниз ну посмотрим подтвердится ли эта модель или не подтвердится кстати немножко я разбирал и за вчера по фунту по фунту вот смотрите было такое же сейчас отключу прокрутку по фунту было поджатие под уровень да было пробитие баром вверх потом вернулась цена здесь можно было входить по модели то есть модель ложного пробития здесь можно было входить и вот смотрите цена как хорошо пошла то есть если плюс-минус где-то войти здесь и цена падала и падала аж 450 пунктов но мы бы своих там 150 забрали вот такой вчера хороший хорошую модель вчера такую пропустил к сожалению вот как вы видите тоже опять бар вверх бар вниз закрытие там в районе уровня и тоже движение было там в районе 150 пунктов от уровня то есть если бы мы здесь заходили ну с риском не получилось бы конечно зайти но модель рабочая как вы видите работает такая модель вот поэтому я ее торгую ждем по фунту ждем пока цена зайдет под уровень пока что перехая локального уровня не было пока что все похоже на разворот восходящего восходящей коррекции потому что глобальный тренд у нас нисходящий вот как я не люблю вот этого а потому что автопрокрутка глобальный тренд у нас нисходящий это была такая глубокая коррекция вот поэтому ждем по фунту пока что ждем что здесь будет происходить итак друзья поение мы словили стоп так запись пошла пошла поение мы словили стоп словили стоп давайте будем анализировать и разбираться почему именно словили стоп сейчас сейчас как я вижу как я вижу еще трудно сказать почему именно мы словили стоп но один из вариантов неправильная точка входа как мне кажется неправильная точка входа вот сильно далеко от уровня мы были то есть мы от уровня были 40 пунктов а стоп лосс у нас был видите как 57 пунктов да поэтому мы словили этот стоп надо подождать посмотреть куда пойдет дальше цена вот и уже тогда можно будет анализировать то есть если цена действительно развернулась против нас и сейчас она пойдет вверх то тогда да действительно неправильно было что-то проанализировано неправильно выбрана точка входа вот вот что можно сейчас проанализировать вот что я вижу что я понимаю большое большое закрепление было над уровнем над уровнем и это могло быть просто ложное пробитие ложное сложное пробитие с небольшим закреплением под уровнем да и выходом уже за уровень сейчас цена может достигнуть верха нашего потенциала на покупку и даже больше может пойти вот но пока что непонятно как мы видим пока что цена стремится вверх вот и ну стоп стоп так стоп что ж поделаешь жалко конечно одно что то не могу я по своему риск не риск менеджменту да риск менеджменту и money менеджменту заходить в рынок потому что убыток был бы намного меньше и плечо к сожалению 100 к 1 ну давайте подождем что произойдет с ценой за какое-то время и уже тогда действительно более глубоко проанализируем правильно правильно ли был правильный ли был анализ и цена допустим сейчас развернется и пойдет вниз все таки в нашу сторону и просто была неправильно выбрана точка входа потому что цена как вы видите вверх вниз ходит и сейчас вот она допустим развернулась и уже идет вниз и сейчас как бы тяжело что-то сказать вот можно будет уже сказать когда когда действительно цена пройдет уже какой-то отрезок ну пока что пока что единственное что я вижу это я дурак конечно дебил выбрал глубокий глубокий вход то есть вход был глубже чем чем я мог себе это позволить скажем так вот ну вообще на пробитие уровня стопы выставлять надо за какой-то ближайший хай то есть если бы мы хотели отработать пробитие уровня то нам бы стоп пришлось бы выставлять там вот 80 где-то 5 пунктов за этот хай вот надо бросать курить срочно а то кашли уже как старый дед то есть нам бы пришлось бросить стоп за вот этот хай чтобы более сильно себя обезопасить тогда можно было бы торговать пробитие уровня ну потому что и шло пробитие сверху вниз я же думал что это консолидация под уровнем пошла и цена сейчас пойдет вниз потому что на шорт здесь очень ну как бы еще очень большой у нас потенциал на шорт ну будем ждать смотреть может быть еще раз будем пытаться входить на каком-то более явном подтверждении более большой консолидации уже под уровнем и ходом цены под уровнем еще у нас впереди нью-йоркская сессия целая еще у нас новости по доллару причем сегодня у нас нонфарм payrolls это такая очень сильная новость по доллару вот если новость будет не в пользу доллара то цена конечно должна идти вниз вот но посмотрим посмотрим сейчас ничего еще пока что нельзя сказать кроме неправильной точки входа то есть что я дурак и полез в рынок уже там где не надо было лезть именно сейчас глобальный тренд у нас нисходящий большая коррекция была потом опять цена прошла немножко вниз сейчас опять коррекция ну вроде бы как цена уже устремилась опять вниз зашла под уровень но не удержалась под уровнем и немножко уже ушла за уровень вверх ну будем ждать будем смотреть может будут еще в точке входа у нас в рынок ничего страшного стоп лосс без потерь невозможно работать на рынке поэтому так такова такова цена этого бизнеса такова цена этого бизнеса удачи и потери они здесь присутствуют вот но пока что говорю пока что то что я вижу это просто неправильная точка входа на данную секунду более детально будем рассматривать дальше вот смотрите по евро доллару по евро доллару цена то есть опять же смотрим правильно ли у нас был проведен уровень уровень проведен правильно потому что цена прям подошла здесь ударилась него был небольшой откатик то есть точно у нас барчик ударился пятнадцатиминутный барчик ударился в уровень потом был откатик небольшой и сейчас цена опять идет вверх то есть уровень работает видите и здесь и здесь и здесь уровень проведен правильно уровень работает вот здесь цена под уровень поджималась поджималась до того как начала идти вниз тоже то есть уровень проведен правильно сейчас посмотрим что здесь будет происходить я бы хотел конечно здесь входить на продажу по евро доллару зашортить его вот хотел бы его от этого уровня зашортить будем ждать будем смотреть что будет у нас подтвердится ли у нас модель ложного пробоя пока что можно будет с небольшим стопом войти там пунктов 50 вообще я бы в это вообще сейчас сделал но нету модели нету пока что моделей цена может пойти против нас поэтому сейчас этого делать не стоит надо дождаться какого-то подтверждение действительно закрепление цены под уровнем и тогда можно будет входить в рынок потому что опять же потенциал на продажу сегодня здесь большой большой вот как вы видите очень даже большой от этого уровня еще больше вот кстати по новозеландцу хотел вам показать опять же ложную модель ложного пробития смотрите получается бар вверх с открытием под уровнем закрытием над уровнем бар вниз так же само с открытием над уровнем закрытием под уровнем это уровень нашего от иара и как вы видите модель себя отработала цела цена пошла вниз если входить допустим уже под уровнем да где-то здесь стоп лосс закидываем сюда надо над этим хаем прошлым где-то 55 пунктов тоже и цена отсюда 90 пунктов взяла здесь чуть больше потом прокатило 120 пунктов 115 ну один к трем бы не сработало но по крайней мере один к двум можно было бы забрать или если вы дай трейдеры вы сидите за компьютером следите за своими сделками когда цена бы начала подходить к уровню можно было бы закрыться с небольшим плюсом или просто стоп лосс когда цена бы пошла вниз стоп лосс можно было бы перетянуть в безубыток за этот уровень и здесь уже ждать прибыли или остановки по безубыточному стопу но модель как вы видите отрабатывает то есть большой бар вверх потом большой бар вниз уровень и их рассекает и идет снижение вниз по и не было этого большой бар вверх и закрепление над как вы видите цена еще прошла какой-то какой-то период еще и шла вверх то есть здесь не отработалась к сожалению эта модель вот так запись пошла да вот по евро доллару сейчас происходит что-то похожее то есть бар вверх открылся под уровнем закрылся над уровнем открылся над уровнем и сейчас если цена пойдет вниз да я хотел от этого уровня покупать можно допустим даже сейчас здесь поставить отложенный ордер или вот уже можно сейчас будет войти по рыночной цене если цена пробьет то есть будем ждать как закрепиться вот эта свеча и здесь если она пробьет уровень и сейчас цена пройдет вниз здесь можно будет открыть сейчас на продажу сделку совершить на продажу ждем так раз раз проверочка микрофона так смотрите вот как раз хочу вам показать картиночку это те модели которые мы будем с вами учиться торговать которые я буду учиться торговать на рынке форекс это три модели это модели представленные успешным учеником александра михайловича итак первая модель это когда у нас цена находится от уровня в диапазоне одного от и ара а лучше больше потом идет большая свеча большой хвост вернее свечи или бара большой хвост и вот здесь получается он входит на покупку то есть если это идет нисходящий тренда чик удар откат обратный то есть это означает как я понимаю эту модель у нас идет или ренджевик допустим да идет и тут вам такая свеча удар по рынку удар по уровню да это то есть кто-то бросил получается туда заявку чтобы посмотреть где здесь стоят лимитники и подбивать лимитники подбивать стопы чтобы цена могла легче пойти вверх то есть точно такая же модель торгуется и на шок это примерно лонг да точно такая же и на шок то есть каждая из моделей она торгуется и в одну и в другую сторону то есть надо рассматривать и в одну и в другую сторону вот точно также смотрите здесь получается вот эта модель пробойная до ложный ложный пробой бар вверх закрылся бар вниз здесь входим в рынок стопы за пробитие до за х и пробития немножко выше на пару пунктов и все и пошли за движением вот что у нас сейчас проходит происходит по евро доллару вот сейчас в принципе можно где-то здесь входить в рынок новый ордер на сел окей давайте будем смотреть отработает ли себя модель со стопом там 35 пунктов стоп лосс 35 пунктов на получается 95 95 чик чик окей смотрим стоп у нас за хвостом за хвостами все сидим в позиции ждем сидим в позиции ждем ну и как раз как вы видите у нас take profit на уровне который уже сегодня был поглощен это средний уровень это пока что ставлю на паузу будем смотреть когда уже что-то произойдет с нашим с нашим с нашими лотами так пока идет торговля можно рассмотреть и третью модель то есть третья модель у нас пробойная модель очень тяжело торговать пробои но как вы видите модель не не тяжелая то есть у нас есть уровень мы поджимаемся подходим к уровню пробой уровня закрепление получается бара идет под уровнем закрытия бара открытие под уровнем и опять вторым баром проходим до прошиваем уровень и здесь где-то входим сделку стоп лосс ставим take profit стоп лосс как вы видите ставится под бар прошлый и на таких пробойных моделях к сожалению стоп лоссы обычно очень большие почему я не очень люблю торговать получается пробойные модели потому что стоп лосс и приходится ставить очень большие как-то так на форекс и она работает что обычно вот этот вот этот бар он где-то отсюда начинается до закрывается под потом открывается пробивает второй раз но стоп лосс и намного больше может быть по модели это именно человек торгует когда этот бар небольшой когда этот бар небольшой тогда только он входит в рынок но на уроке он этого не рассказывает то есть этому всему мы будем обучаться сами самостоятельно на нашем депозите кровью потом более потерями будем изучать эти все моменты когда как лучше заходить и как оно происходит в принципе модели я вам показал по которым мы будем торговать вот так что ждем пока что что там у нас на торгуется take profit и наши выставлены стоп лоссы выставлены ордера торгуются в принципе все что я сегодня хотел поторговать я поторговал вот буду наблюдать и когда что-то произойдет включусь вот смотрим сейчас по по фунту так уберу алерт по фунту да тоже мы ставили стрелочку вниз потому что глобальный тренд у нас нисходящий была коррекция и как бы пора бы уже цене продолжать свое движение вниз идет консолидация над уровнем идет пробитие и будем пробовать торговать пробитие то есть вот у нас пошел хвостик да если сейчас цена вернется сюда закроется здесь и вторая начнет пробивать опять же будем выставлять за этот хвост стоп что у нас тут по стопу как вы видите стоп до 70 пунктов 75 наверное где-то надо ставить до немножко выше этого хвостика и тогда уже можно будет что-то торговать вниз пока что в рынок не лезем просто свеча могут опять же просто бросить заявку как вы видите уже было у нас сегодня такое а вот кстати смотрите похожая похожая модель да было пробитие вниз потом цена убежала вверх то есть сложное пробитие смотрите какое глубокое на 90 пунктов и потом цена после этого пошла вверх тоже на 100 пунктов будем ждать что будет здесь происходить будет ли здесь что-то такое похожее смотрим еще раз на наши модели то есть цена у нас консолидировалась сверху уровня пошло пробитие если цена сейчас вернется здесь закроется и потом второй свечой вторым баром опять пойдет в эту сторону и начнет пробивать будем здесь пробовать заходить на продажу вот смотрите по канадцу что происходит да то есть модель вроде бы как похожа модель вроде как похожа но рынок идет не с той стороны видите потому я для чего это показывает для того чтобы люди не путали модели цена должна подходить с какой-то определенной стороны то есть если бы у нас этот был бар вот здесь как за место вот этого то это было бы это эта модель на продажу да но у нас цена вот смотрите вот хороший пример то есть у нас цена подходила снизу снизу вот она эта свеча проколовшая и закрывшаяся под открылась следующая свеча тут же под уровнем пошла и вот цена прошла да там 100 130 пунктов вот модель себя отработала причем что стоп здесь был бы очень коротенький там 40 пунктов 50 50 пунктов до 40 50 пунктов так что модели эти работают надо их находить на рынке смотреть находить вот здесь видите было что-то похожее тоже был прокол но второй бар пошел вниз не 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 то не было подтверждения этим баром видите как здесь на модели нарисовано вот этот бар здесь бы можно было бы входить и идти на покупку вот смотрите еще что хочу показать почему почему мне не понравилось то что 0 10 лотом да надо заходить потому что риск у нас тогда на одну сделку идет 5 и 5 процента вот поэтому как бы это не очень хорошо это уже большой риск это почти в два раза больше риск чем мы можем себе позволить нам конечно идеально риск 3 процента может лучше даже и два процента при ну приступ лосе таком да вот поэтому а допустим если стоп лос уже сделать 70 и допустим коэффициент 6 процентов видите мы не натягиваем даже 0 8 хочет поэтому то есть риск у нас где-то около 7 процентов тех сделка где у нас идет ну допустим по евро доллару до 70 пунктов стоп 8 процентов это много это много это почти одна десятая часть от нашего депозита ну что же сделаешь плеча нету поэтому приходится как-то так но это конечно не по правилам поэтому надо счетик 10 тысяч до вот с коэффициентом 3 процента тогда вот уже можно таким лотом зарабатывать но у нас нету другого выхода у нас только 1000 долларов депозит больше мы выделить не можем из семейного бюджета поэтому риск у нас 3 процента и должен быть лот 04 но нету плеча к сожалению на демо счете у герчика нету при 1000 при размере 1000 нету плеча 500 то есть плечо 100 это было максимальное при создании демо счет так запись пошла да пошла к сожалению не отработал дан в данном момент не отработала у нас моделька не знаю почему будем разбираться посмотрим как будут будет развиваться рынок ну опять же у нас новости скоро 13 20 новости в 15 35 может быть рынок набирает какой-то потенциальный ход перед новостями чтобы потом сделать глубже откат я этого не могу сказать но модель была нормальная давайте перейдем на более мелкий таймфрейм посмотрим мы здесь вот вошли в рынок до 15 минуточка здесь будет более понятнее так вход в рынок был у нас после бая так так байчик потом сел был и мы вышли на сел посмотрим да был бай потом вот это это одна у нас 15-минутная свеча получается не давайте так лучше будет видно на 5 минутки да вот на 5 минутки 5 10 15 то есть это одна была свеча которая открылась под уровнем закрылась над уровень вот вторая свеча которая пробила у нас тоже открылась над уровнем закрылась под уровнем да видите все хвостики у нас под уровнем и потом рынок развернулся против нас ну такое бывает опять же не знаю может быть я что-то неправильно сделал тоже будем уже глубже разбирать по концу торгового дня смотреть и смотреть что что не так происходило у нас в принципе должно было отработаться скажем так 15 минуточка переключаемся еще раз смотрим удар точно в наш нашу линию поддержки вернее в нашу линию сопротивления удар уровень сопротивления потом прокол открылись закрылись открылись закрылись под уровнем прошли как вы видите 25 пунктов и потом рынок развернулся и вот сейчас уже 80 пунктом такой большой паранормальный барчик выстрелил за 15 минут не знаю будем смотреть дальше будем следить что будет происходить с этим всем делом не подтвердилась наша сделка получили убыток 2 смотрите друзья что происходит поение опять же это пробойные модели очень тяжело торговать вот получается рынок у нас уже был над уровнем двигался вниз сделал хвостик вот он у нас этот бар и сейчас вторым баром пробивается по идее мы бы опять здесь должны были входить на на продажу получается на продажу за этот хвостик кидать стоп но рынок уже исходил и в эту сторону и уже вот этот хай выше вот этого то есть как по модели мы видим этот хай не должен быть выше вот это тоже видите очень много разных нюансов есть моделях и отработать мы можем их только на своем опыте только на своих убытках мы можем отработать это все дело поэтому я даже не знаю входить в рынок или не входить вроде модель показывает что ну точку входа но входить в него или нет у меня очень большие сомнения то есть тут стоп как бы небольшой стоп тут можно вот сейчас если войти да по этой цене там 100 поставить где-то 20 пунктов можно и там 60 пунктов take profit ну давайте попробуем войдем в рынок надо модели отрабатывать иначе мы никогда не узнаем работают они или нет по маркету ставим на стал окей где-то 25 пунктов ставим 25 на 75 все поставили стоп лосс take profit ждем хотя у иены хороший потенциал на продажу хорошая цена вот как вы видите идет проторговка цены по уровню по этому уровню и непонятно куда она сейчас пойдет на продажу потенциал намного больше у нее чем чем на покупку то есть смотрите какой потенциал на продажу 400 пунктов и он вообще не реализован еще сегодня был опять же может все ждут новостей но фундаментальные трейдеры ждут новостей по по америке 1535 новости по америке хорошая сильная новость non farm payroll это трудоустройство американское сейчас я так думаю там будет ой цифра какая минусовая потому что все же понимают что кризис все понимают что в принципе е на должна пойти вниз то есть парой е на доллар должна шатиться ну посмотрим посмотрим как будут развиваться события будем отрабатывать модели надо пробовать иначе мы никогда не узнаем как они работают ну то есть сейчас у нас эта модель входа в рынок мы сделали все как все как по модели стоп закинули за хвостик вот вошли вот здесь мы открылись на этой след на этом следующем баре вниз вот и сейчас получается будем смотреть что будет происходить куда пойдет цена опять против нас или в нашу сторону но сейчас у нас конечно вход лучше под самым уровнем ну вот под самым уровнем я думаю что должно у нас все получится смотрим ожидаем так но пока что вроде как модель подтверждается запись пошла пока что вроде как подтверждается давайте чуть увеличу вот прокольчик был закрепление было вторым баром тоже закрепление было идет закрепление под уровнем посмотрим что будет в данной из данной модели и так друзья что у нас произошло по франку по франку мы закрылись стейк профитом 1 к 3 вот почему и надо входить в рынок с риск менеджментом вот почему надо именно 1 к 3 потому что одна удачная сделка будет вам перекрывать три неудачные сделки вот понимаете то есть сегодня у нас три неудачные сделки и одна удачная мы с маленьким плюсиком пока что еще непонятно что здесь будет по австралийцу пока что мы в плюсе опять же но как вы видите ударились в уровень идет небольшой откат и наверное если цена будет возвращаться к этому уровню я буду закрываться ну буду закрывать вручную зачем идти в минус причем что если учесть это все до движения то до нашего ордера от уровня больше 100 пунктов ну получается не надо ждать пока цена пройдет аж до нашего стоп-лосса 180 пунктов зачем это делать вот если она устремилась вниз закроемся просто по нулю да и все что у нас тут происходит по йене по йене мы пару получили второй стопик небольшой до стопик в 27 пунктов 3 доллара вот он у нас в истории 254 и с комиссией плюс доллар комиссия это 354 и того об общее сегодня у нас прибыль всего лишь 79 центов но это не главное главное что мы пока что не потеряли так что у нас там еще осталось торговаться это только что закрылась по стоп-лоссу йена вот как вы видите модель себя не отработала то есть буквально тут цена прошла каких-то там 10 пунктов цена развернулась обратно и ушла обратно за уровень то есть здесь какой-то сильный игрок набирает сейчас позицию идет проторговка как вы видите уровень прошивают очень сильно вверх-вниз вверх нет если рассматривать если попытаться рассмотреть какие-то модели до классического но я не не сильно люблю эти всякие модели трехугольники шмахугольники вот то даже не так даже если вот так вот сделать до отсюда вот прямо кидать ну что-то похоже на трехугольник вот идет сейчас поджатие цены в такой коридор трехугольника типа и уже куда пробьет с этого трехугольника туда цена и рванет скажем так да но я знаю не сильно я люблю эти эти все трехугольники флаги чашки кружки ручки то есть я работаю по уровням да идет цена поджатие цены идет сейчас то есть если вот так вот снизу провести до идет поджатие под уровень и скорее всего что цена пойдет вверх потому что снизу поджимают ее вверх да то есть получается каждый каждый лоу у нас выше предыдущего и получается идет поджатие цены вверх и скорее всего что пробьет вверх поэтому на данный момент ну как бы лучше в рынок не влаги ну точно так же можно и сказать что и поверхнем вот таки формируется этот трехугольник то есть рынок у нас затихает рынок у нас затихает можно можно даже лучше так сказать они они какие-то трехугольники себе придумывать то есть у нас цена консолидируется возле уровня лучше вот так вот сказать то есть если мы торгуем уровне не надо вот это наверное мешать уже коней коней коров косы все в кучу и сам них себя запутывать то есть мы торгуем уровень лучше сказать цена у нас консолидируется ближе к уровню возле уровня вот смотрите что там происходит у нас цена падает и наверное я буду закрывать вручную потому что как-то не сильно мне хочется не сильно мне хочется еще и поэтому отбою от верхнего уровня уйти в минуса вот я даже не знаю на сегодня наверное это все по торгам почему потому что мне надо уйти обед сейчас надо пойти нормально спокойно пообедать вот и съездить в магазин потому что продукты уже заканчиваются вот будем будем еще смотреть я буду продолжать следить за ценой видео буду ставить на паузу и буду продолжать следить за ценой следить что происходит с рынком если будут еще какие-то точки входа буду входить если цена сюда упадет к этому уровню где-то здесь консолидируется опять пойдет вверх буду ходить опять на покупку то есть по тренду будем заходить по австралийцу принципе по швейцарцу мы отработали по франку мы отработали по иене иена консолидируется возле уровня куда его прорвет непонятно очень как-то вяленькая на сегодня к если допустим вчера взяда смотрите какие у нас какой у нас тут размах 450 пунктов сегодня конечно меньше сегодня вот 250 240 250 пунктов размах но опять же это уже на нью-йоркской на нью-йоркской сессии были такие скачки она сейчас только открылась что будет происходить на нью-йоркской сессии непонятно опять же надо не забывать что сегодня у нас пятница и рынок довольно должен быть вяленький конец недели только все ждут одной новости non-farm payroll так называемой да и по евро доллару можно будет попробовать зайти в non-farm payroll попробовать забрать опять же это надо сесть проанализировать как несколько последних пятниц месяц вернее первых пятниц месяца ходила в прошлых месяцах цена на вот и посмотреть что происходило с ценой вывести средний атр и попробовать здесь забрать хотя бы там 30 процентов этого движения которое может возникнуть опять же надо найти какой-то новостной канал а где эти новости можно посмотреть сразу после их него выхода да и вскочить в этот паровоз в этот рывок обычно нужно это новость она торгуется там большими такими свечами это надо успеть не знаю стоит ли вообще туда рыпаться я бы такой что я бы вот успел отторговать успел отторговать до до новости такой мощной да молодец хорошо и наверное на этом надо и закрыться кстати по евро у нас цена может быть поэтому и не отработала потому что вот еще была новость по евро и она немножко вверх все двинулась опять за уровень они в нашу сторону на продажу может быть еще из-за этого я видите пропустил заразе не увидел но но на фармы видел потому что золотым подсвечивается желтым да эту новость не увидел это что у нас не цб вышло но для этого мы учимся для этого мы создали счет открыли счет для этого мы анализируем это все дело для этого мы проводим уровни поэтому учимся будем учиться будем все знать будем все на своем личном опыте учитывая уроки уроки каждый день смотрю уроки всякие разные александра герчика там не подписчик уже добрый хороший подписчик который был у александра михалыча где-то на каких-то уроках скинул свой или он покупал я так и не понял потому что человек быстро со мной пообщаться ой спасибо больше человек быстро мне скинул вот бери пожалуйста у меня есть эти уроки бери смотри то есть от от а до я у меня скинул вот это за 60 дней от а до я вот я смогу теперь эти уроки посмотреть ну что пока что пока что на этом все и так уже видео больше часа ставлю на паузу если будет еще что-то интересно если буду ходить рынок то конечно же буду включаться все пока что всем пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно комментируйте может кто-то работал с рынком форекс может кто-то мне сможет что-то подсказать сделки вы видели сегодняшние вот подсказывайте кто понимает кто может лучше видеть у кого-то может большой опыт есть в форекс трейдинге поэтому не стесняйтесь пишите в комментариях желательно хорошо расписывайте чтобы это было более доступно понятно вот не забывайте подписываться на группу в телеграме ссылочки тоже в описании все все всем пока пока до скорой встречи раз-два-три итак друзья давайте я с вами хоть и попрощался одном раз уж я уже дождался payroll of да и посмотрим на payroll и посмотрим что произошло после новости этой до куда улетела цена вот как вы видите давайте вообще попытаемся разобрать что происходило на рынке вот то есть мы получили сегодня по иене 2 стоп лосса 2 стоп лосса и наша модель не отработала тут мы входили по модели пробойной так малый врубал мультики на всю мощность так давайте будем теперь анализировать в принципе в принципе рынок ушел улетел можно теперь нормально по спокойному по анализировать что к чему и куда смотрим после объявления payroll of как всегда но это стандартная это уход рынка вниз вбивание стоп лоссов для того чтобы потом новость сильнее выстрела то есть те кто здесь еще торговались здесь кто торговался на покупку да со стоп лоссами за этими хаями и перебили перехай на 20 пунктов до 25 даже и чтобы новость полетела вверх вот что сделали в принципе са шансов у нас сегодня на на я не не было на вход на продажу ну разве что если бы здесь стоп мы когда мы здесь вошли в позицию стоп был бы 75 но это сильно большой стоп то может быть бы здесь нет нет шансов не было то есть смотрите какую я допустил ошибку получается как я ее вижу неправильно определил точку входа потому что в большинстве своей массы цена консолидировалась над уровнем а я балбес полез на продажу хотя хотя общий тренд был у нас на продажу да и даже такая сильная новость как payroll и по доллару ну тут не прям не аж прям сильно пробила хай прошлого дня то есть все равно но у нас тут еще и уровень на где-то плюс минус в этом диапазоне да вот он раз подтверждается второе раз это 650 наверное уровень 649 651 1 2 3 4 до 4 давайте кинем здесь кинем здесь уровень чтобы он у нас был 106 651 был уровень вот так что по йене такой расклад вот как мы видим да цена тут и и закрепилась ударилась немножко пробила и возвращается обратно в этот диапазон вчерашнего хая но потому что на продажу как вы видите и так ой на покупку и так уже цена прошла достаточно много даже она здесь после пробития от эра немножко задержалась и потом уже не счет про прошла немножко да видим здесь свеча закрылась было было откат немножко туда-сюда и потом еще пошла вверх но это все не важно смысл в том что на этом рынке была допущена ошибка я буду искать буду искать в чем была допущена ошибка как я вижу основная ошибка была в том что консолидация рынка была сверху уровня а я лез на шорт то есть ну и понятно что получил стопы причем 2 получил и все равно полез на шорт второй раз вернее раз уже получил и все равно полез на шорт от уровня по модели да вот хотя рынок Тянулся за уровень То есть видим все закрытия Открытия, закрытия, открытия Тут тоже закрытия, открытия Все закрытия, открытия Свечей только хвосты За уровень Нам закидывало А так все открытия, закрытия Большая масса открытий, закрытий Консолидируется над уровнем А мы лезем в шорт, получаем стопы То есть получается, что Такого делать нельзя То есть, вот эту модель можно только торговать в том случае, да, если пробойную, если рынок конкретно у нас бы шел бы от этого уровня, допустим, вниз, потом здесь бы вот такой вот барчик у нас случился, да, пробойный, потом, давайте еще раз эту модель посмотрим, да, пробойный барчик, но с закреплением под уровнем и потом вот в этот бар уже, который открылся под уровнем и пошел бы, у нас, в нашу сторону, то есть на шорт, на продажу, тогда можно было бы входить, а когда идет вот этот расколбас, сбор позиций, причем с консолидацией над уровнем, на лонг, с лонговой стороны, можно так сказать, а мы лезем на шорт, это неправильно, хотя и тренд у нас, да, глобальный тренд у нас, но у нас тут откат идет, ну, тоже такой непонятный откат, не откат, боковик какой-то, ну, локальный получается у нас лонговый трендик, то есть, с вчерашнего, с вчерашнего вечера по сегодняшний обед, такой откат у нас лонговый, ладно, поехали дальше, это сделка удачная, хорошо отработал себя и АТР себя почти весь отработал, да, тут буквально 40 пунктов осталось до границы АТРа, вот, хорошо себя показало, хорошо себя отработало, консолидация была, было немножко падение, потом возврат к уровню и от уровня на отбой, от уровня вошли в позицию, взяли 3 к 1, вот, причем, как вы помните, тут с коротким стопом было буквально там за уровнем, я не помню, там вроде 70 пунктов у нас или 80 пунктов, да, к 100, к 160, что-то, а, нет, я бросал за этот хвостик, да, 70 к 160, то есть, почти 3 к 1 мы взяли по этому, по этому движению, поехали дальше, смотрим, что здесь у нас происходило, а здесь у нас происходило следующее, давайте посмотрим по истории счета, по австралийцу, где у нас, немножечко раздвину, где мы закрылись и где у нас был стоп лосс и тейк профит, тейк профит у нас был 65 320, 65 65 320, вот, ну, взяли бы мы, конечно, тейк профит, но опять же, как вы видите, там все на грани, то есть, там буквально носиками, хвостиками цена залетела, ну, 50 пунктов, ну, не таким уж и носиками, но все равно, то есть, могли здесь потерять, то есть, смотрите, цена почти, почти дошла до нашего стоп лосса, поэтому я закрылся с небольшой прибылью, в 3 доллара, а ну, давайте глянем, последние 3 месяца, последний каталог, налоги, сейчас, прибыль, прибыль, тут как-то можно прибыль в пунктах, я не помню, ну, короче, закрылись в плюс, вот, сколько пунктов, сейчас, давайте так, тогда, тут мы вошли, там, где-то плюс 40 пунктов, да, плюс 35 пунктов, где-то мы закрылись, и это, и это хорошо, главное, что не минусы, главное, что мы должны понять, что мы должны с вами научиться, первое, правильно проводить уровни и получать подтверждение, что наши уровни отрабатываются, вот, посмотрите, как четко отработался, 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 тут на новостях по доллару, конечно, сильные всплески, цену не удержать, но все равно, сейчас, смотрите, тоже, бам, с легкими проколами по инерции, цена останавливает уровень, то есть, нету тут, бах, падение, там, непонятно куда, то есть, уровни работают, и уровни подтверждаются, наши уровни, которые мы с вами проводили, да, вот, надо научиться проводить уровни, надо научиться не терять деньги, потому что первое для трейдера, что он должен научиться, это не терять деньги, это риск и money management, к сожалению, на этом счету в 1000 долларов с риск менеджментом немного трудновато, потому что я бы заходил более мелкими лотами, как вы видели, и я в начале этого ролика рассказывал, что заходил бы дробленым лотом, тремя лотами, то есть, если бы у нас было там 0,6 целый лот, я бы заходил бы там бы по 0,2, да, вот, тремя лотами по 0,2, стоп лосс и тейк профиты выставлял бы разные на рост прибыли, то есть, взяли мы 3 к 1, тот лот закрывается по тейк профиту, взяли 5 к 1 закрывается, и 7 к 1 и закрывается, то есть, тремя кусочками, вот так бы я работал, это, конечно, увеличивает наш потенциал получить больше прибыль, вот, и усредненно мы бы получили 3 к 1, допустим, если цена идет хорошо в нашу сторону, мы даем расти прибыли, 3 к 1 мы бы и так получили всем цельным лотом 0,06, допустим, да, если бы заходили и только одним лотом, да, вот, соответственно, когда цена бы прошла этот уровень, мы бы стопы перенесли за это, чуть опустили бы в зону безубыточности, и потом уже, когда бы цена закрылась по тейк профиту 1 к 5, мы бы перенесли стопы еще ниже, и то есть, мы бы по-любому своих 1 к 3 бы забираем, но даем возможность еще больше забрать, да, вот этими дробными уже лотами дальше, то есть, такая стратегия на увеличение прибыли очень хорошая, на возможность дать прибыли вырасти, вот, то есть, мы риск менеджмент никак не нарушаем, заходим строго по риск менеджменту, но, к сожалению, на этом счете пока что невозможно, пока, я так понимаю, пока мы его не увеличим до 2000, кстати, надо, так, я уже там выключил, смотрел новости, выключил калькулятор лотов, так, давайте дальше анализировать, то есть, в принципе, мы бы забрали бы здесь свой тейк профит, да, но, опять же, непонятно, как бы вышла новость, но, в принципе, она, она, новость эта, она была, как бы, предсказуема, потому что сейчас кризис, сейчас у всех жопа, рабочие места сокращаются, да, рынки валятся и все остальное банкротятся, и, как бы, по-любому было бы сокращение рабочих мест и, по-любому бы доллар бы падал, то есть, ну, как бы, рынок бы должен был у нас рухнуть, но, как мы видим, что-то вообще непонятное произошло, цена пошла туда, потом пошла обратно, сейчас возвращается, ну, в свое место, где она практически была, вот, то есть, если евро-доллар, да, рассматривать, обычно по нему Payroll торгуют, ну, то есть, не было тут прямо аж такого движения, прям, прям суперсильного какого-то 100 туда, 100 обратно, и все, и на этом конец цена сейчас возвращается в свою зону торговую, то есть, где-то в этот уровень она вернет. Вот. По австралийцу сделку, считаю, проведенной нормально, вот, нормально, ждали мы пробоя этого уровня, его не случилось здесь, цена начала откатываться сильно вниз, мы закрылись, в 40 пунктов мы закрылись, не дали нашей прибыли испариться, скажем так, поэтому сделку можно считать хорошей тоже. Не знаю, по крайней мере, может, кто-то увидит здесь, пишите обязательно в комментариях, может, кто-то увидит здесь возможность как-то было сыграть лучше, отработать лучше, но я не вижу. Как бы, может, вам со стороны будет виднее, так говорить. Итак, поехали дальше. По евро-доллару. По евро-доллару заходили на тоже, на модельку ложного пробоя. Здесь, в принципе, рынок у нас и шел снизу, вот как, вот, один в один, да, моделька как нарисована, один в один, рынок и шел снизу, но после падения сверху, то есть, да, было шартовое, потом отбитие от уровня с небольшим люфтом, да, пошла вверх, и здесь моделька появилась, мы вошли, как нарисовано, да, то есть, возле самого уровня, там, пару пунктов от уровня, вошли на продажу, ой, не тот, не ту модельку, М2, вошли на продажу, да, но не там-то было, рынок не пошел в нашу сторону, поколбасился, пошел вверх, то есть, такое ощущение, что цену специально толкали вверх, немножко, чтобы потом после новости не было сильного падения, потому что общее падение, да, если так свечу посчитать, эту паранормальную, новостную, то вот 240 пунктов, да, то есть, специально немножко цену толкали вверх, чтобы не было падений, ну, попробовали модель, модель не отработала, модель не отработала, ничего страшного, будем пробовать еще, то есть, у нас, мы заходим 3 к 1, у нас, грубо говоря, по этой, модель не ведет нас в минус, если она 3 раза сработает в минус, да, ой, то есть, по иене, по иене у нас этой модели здесь не было, мы, я просто по иене заходил на пробой уровня, да, на консолидацию под уровнем, как я помню, еще раз я пересмотрю, конечно, еще раз буду анализировать, вот, открыли опять мне дверь, собака ходит, открывает дверь мне, поехали дальше, евро-доллар разобрали, в принципе, в принципе, все было сделано правильно, по модели заходили, просто рынок пошел против нас, по фунту, по фунту я ждал падения, вот, ждал, что рынок пойдет сюда, причем, я думал, что он больше сюда пойдет, перехая, как вы видите, не было, даже после новости, ну, вот, подошел он после новости, то есть, сорванул сюда, посрывали стопы, и пошел себе вниз, но сейчас опять тоже возвращается, к средине канала, пятница, рейнжевое движение, даже, даже новость, по пейролам, не дала особо, какого-то там, сильного движения, вот, особо тут, торговать, не было что, ну, то есть, я не знаю, новости, я не люблю торговать новости, не хочу, и не буду лезть, и буду лучше закрывать, с небольшими минусами, свои ордера, перед новостями, какими-то сильными, такими, как пейролы, или еще, или еще что-то, чем потом мне посрывает, стопы, вот, даже, может быть, так, я вам скажу, да, дальше, по канадцу, тоже, боковик, тишина, проторговывают, получается, уровень, как вы видите, набирают позицию, но вряд ли здесь, сегодня, в пятницу, уже что-то будет, какое-то, сильное, какое-то, куда-то движение, хотя, 17, как вы видите, канадец, начинает двигаться, вот как раз, где-то в это время, он начинает двигаться, целый день, он вот, колбасится, колбасится, по уровню колбасится, потом идет на шок, то есть, у нас, как раз, и такая, какая-то позиция получилась, здесь мы видим, нисходящий тренд, кстати, глобальный тренд, у нас что-то, нисходящий, локальный, тоже у нас, нисходящий, было у нас, двойное дно, двойное дно, оно себя полностью отработало, цена потом, немножко пробовала, закрепляться, над уровнем, и после новостей, она тоже, улетела вниз, потом улетела вверх, такой, расколбас, сейчас улетела вверх, и тоже, закрепление не произошло, как вы видите, смотрите, какая, 15-минутная свеча, вообще без тела, где открылась, там закрылась, то есть, что-то не дает рынку расти, дальше все опускается, опять вниз, я так думаю, что движение вниз будет, можно, в принципе, попробовать, по канадцу, последить, давайте попробуем, последить, вниз, что у нас тут, с потенциалом, 660 пунктов, пройдено, 300, половина потенциала, одна, половина потенциала, ну, такое, тоже себе, такое, какое-то, непонятное состояние, ну, не был реализован потенциал, на покупку, вот, ну, посмотрю, посмотрю, как будет себя вести цена, как мы видим, канадец любит, во второй половине дня, торговаться, то есть, возможно, возможно, будет у нас движение по канадцу, надо смотреть, надо смотреть, будет ли здесь закрепление, если здесь закрепление будет, можно будет с каким-то небольшим стопом, хотя тут стопы небольшие, хрен поставишь, то есть, если здесь сейчас заходить, да, на продажу, то стоп уже надо ставить, стоп пунктов, стоп пунктов, мертвый рынок, по новости, по доллару, она сходила, немножко, 200 пунктов, стандартненько, так, как и все остальные, причем, что такое, брык, брык, и вернулась, и вернулась, в принципе, в том месте, где и торговалась, перед новостью, видите, немножко поддавили рынок, потому что знали, что просядет, и сейчас возвращается, в принципе, недалеко от той цены, от которой новость пошла, то есть, 100 с чем-то пунктов, 100 с чем-то пунктов, на, на форексе, волатильность большая, то тут и бывают, и стопы по 100 пунктов, поэтому, поэтому такое, непонятно, будем смотреть, я еще сейчас здесь поищу, поищу уровни, надо поискать уровни, потому что сверху у нас больше уровней нету, надо сейчас пойти посмотреть, какие-то исторические уровни на дневке, все, пока что ставлю на паузу, видео, конечно, у нас сегодня очень большое получается, ну что ж, это полная торговая, торговля, полный, полный торговый день, пока что мы в небольшом плюсике, и это меня радует, так как первый мой торговый день, после такого перерыва, 3, 3,5, почти 4 года я форекс вообще не рассматривал, сейчас вот потихонечку начинаю вспоминать, даже не открывал терминал 4 года, сейчас начинаю вспоминать немножко все это дело, вот, и начинаю рассматривать те методики, по которым учит Александр Михайлович, это уровни, и вот его ученик применяет вот такие модели, будем пробовать эти модели, будем учиться, тренироваться, все, ставлю пока на паузу, посмотрю сейчас еще уровни, и буду следить еще за канадцем, может по канадцу что-то будет, какое-то движение, движение сейчас после пяти, после пяти, давайте здесь посмотрим, вот просто чисто интересно, да, здесь движение началось в 17, 16.45, 17.00, и продолжалось до 19.15, давайте этот день посмотрим, но тут немножко раньше, где-то 15.15.45, 17.00, тоже еще и шло движение, как вы видите, чуть позже как-то, канадский рынок работает чуть позже, да, вот это совсем рано, здесь просто оранжевик, боковик был, здесь тоже боковик, а вот здесь, да, видите, тоже в 17.00, канадец, вот он, я заметил, да, он любит, то есть, что я по канадцу увидел, он любит такую послеобеднюю, последние эти часы, да, рабочей сессии, то есть, когда крупные игроки торгуют, нам это как раз и надо, нам сейчас надо посмотреть, что будет с ценой, после новостей, она чуть прыгнула вверх, чуть вниз, чуть вверх, сейчас где она тут закрепится, пойдет ли она закрепляться под уровень, если пойдет, будем пробовать входить, там, со стопом где-то возле уровня, чуть выше уровня, вот, пока что ставлю на паузу, буду искать по Новой Зеландии уровни, дальше вверху, по Новозеландцу, к сожалению, ничего особо сверху нету, возле нашей цены, да, во что бы можно было бы упереться, глазу, один вот уровень уперелся, уперся у меня вот в этот уровень, давайте, а, кстати, он хорошо здесь выглядит, это 61.300, круглый уровень, вот, в принципе, он и остановил движение сегодняшней цены, да, давайте посмотрим, там, ну, прокол был на 70-80 пунктов, 70 плюс-минус 10 пунктов, да, люфт, инерция, вот, ну, и следующий уровень, это уровень, получается, хая, хая дня, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь дней назад, неделю назад, то есть, хай был, ну, давайте посмотрим, как это выглядит на 15-ти минутке, на нашей, которую мы торгуем, ну, в принципе, ближайший уровень есть, 61-300 тоже есть у нас, вот, ну, вот, два уровня получается, хай 7-ми дневного, семь дней назад, и, тоже, что-то там цену остановило, да, семь дней назад, и после этого она пошла вниз, то есть, там тоже, был какой-то крупный игрок, который смог остановить такое сильное движение цены, потому что если посмотреть, да, вот так вот, где эта цена уперлась, вот, семь дней назад, да, и шло движение, бум, мертвый отбой пошел, и пошла цена катиться вниз, семь дней назад, пошла, пошла, и за семь дней больше туда не возвращалась, то есть, что-то там хорошее продавило цену, какой-то крупный игрок, который там сидел и ждал, пока цена туда дойдет, чтобы начать ее продавать, так я записываю, да, записывая, то есть, есть у нас два уровня, да и уровни сами неплохие такие, то есть, это у нас круглый уровень 300, из 750, 61,750, это четвертный уровень, да, вот, четвертный уровень, отлично, отлично, будем ждать, смотреть, что будет происходить дальше с Новозеландцем, и так, друзья, ну что ж, уже пол седьмого вечера, я уже устал сидеть, наблюдать, как бы, по канадцу я ждал, ничего такого особого не произошло, то есть, был, была, конечно, свеча на 200 пунктов, но она одна, брык, прошла, вернулась обратно, то есть, что-то непонятное, если вот на минутку переключиться, чтобы посмотреть, что здесь происходило, ну, поторговали в канале, торганули вниз, торганули вверх, то есть, я на минутке не работаю, да, если на минутке, то можно было бы здесь, типа, что-то попробовать, как ложное пробитие, покинул, кинул хвост, вот как, типа, эта модель, да, вот, похоже на эту модель, то есть, цена и шла, шла, торговалась, торговалась, потом снизу кинула свечу, сколько здесь пунктов было, у нас, от цены, там, 15-20, опять же, там, по модели АТАр должен быть, у нас, а у нас АТАр, это почти, сколько там, почти 100 пунктов, так что, то есть, где-то отсюда бы, если бы была свеча, сейчас, давайте 100 пунктов посмотрим, вот, если бы где-то здесь была цена, была бы резкая свеча, пух на 100 пунктов, то оттуда, да, типа, можно было бы по этой модели, заходить обратно, на продажу, да, то есть, кинули бы свечу на покупку, такую сильную, от этого уровня, бум, пробили бы, и тогда на продажу, можно было бы, да, заходить, но, ничего такого не было, просто, поторговали, в канале, и опять в ренч встали, цена затихла, смысла не имею, смысла не вижу больше сидеть, ждать, чего-то, какой-то маны с неба, да, то есть, рынок, вечером затухает, payroll, отторговали, евро-доллар сходил, на payroll, хорошо, то есть, еще давили, 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 до почти 600 пунктов, туда, 570 пунктов, туда-сюда, короче, поторговали, немножко, мы сегодня, не потеряли, ну, и много не заработали, вот, не знаю, как, давайте посмотрим, прибыль, а вот, прибыль в пунктах, ну, это оно, когда, это когда оно торгует, да, оно здесь показывает пункты, за место, история счета, история, на истории нельзя посмотреть, то есть, да, в пунктах, вся история, три недели, выбор, период, выбрать период, сохранить, как, отчет, комиссия, давайте попробуем, как отчет, хранить, допустим, на рабочий стол, вот, что у нас здесь, ага, можно вот так вот посмотреть, да, можно вот так вот посмотреть, это, я так понимаю, наша комиссия, нет, это наш заработок, 279, минус комиссии, раз, два, три, четыре, пять, пять, пять долларов у нас съела комиссии, а в пунктах, где-то здесь показывается, в пунктах, или нет, сейчас подождите, я еще просто такой отчет никогда не делал, вот, мне чисто интересно, сейчас, сейчас поразглядываю его, что здесь как, так, ну, самое главное, что нам надо посмотреть, это максимальная просадка, максимальная просадка у нас была 11 долларов 56 центов, что составляет у нас 1,16 процента от нашего депозита, ну, и максимальный профит, так, сейчас аккуратно, на паузу поставлю, так, друзья, извините, прервали меня, итак, смотрим, да, пошла запись, да, пошла, смотрим, что у нас по сегодняшнему дню, анализируем, просадка у нас, максимум, максимальная просадка у нас была 11,56 долларов, это 1,16 процент, вот, вот эти, конечно, надо все сохранять себе в один файлик, и потом пересматривать тоже, да, просадку свою, пересматривать, не допускать просадку больше 10 процентов по счету, вот, и, ну, максимальная типа, как релевантная прибыль, или что это, а, не, релевант, драм-дроу, это тоже, получается, просадка 1,16, 11,56, да, или что, нет, 11, ну, драм-дроу, это просадка, доун, драм-дроун, получается, короче, надо еще мне с этим всем разобраться, с этими отчетами, да, вот, получается, такие у нас были трейды, такие были трейды, 15,89, take profit, 8,95, take profit, profit trade, и вот было 4 трейда минусовых, да, а, максимальный, получается, а это релевантный, это общий, общая просадка, или что, нет, короче, разберусь, в следующем видео уже будем нормально смотреть, ну, в общей сложности, в минус не ушли, первый день, и это уже радует, небольшой плюсик, 1%, получается, 2%, почти 3%, плюс за день, для первого дня, очень даже неплохо, тем более, что это пятничный рынок, рынок вяленький, кроме этих новостей, у нас получается по payroll, все, всем спасибо за внимание, теперь точно всем пока-пока, подписывайтесь на телеграм, ставьте лайки, будем торговать, учиться вместе, отрабатывать торговые модели, отрабатывать уровни, проводить уровни, учиться, все, будем учиться, все, всем пока-два, пока-два,